Казахстан открыт к диалогу по поиску оптимальных форматов такого механизма. Считаем также возможным приступить к взаиморасчетам в национальных валютах. У нас уже есть наработки на двустороннем уровне, которые можно было бы перевести в плоскость всей организации. Мы сейчас с обеих сторон стараемся разработать рамочное соглашение по нашему сотрудничеству, поскольку Китай очень силен в области оборудования и технологий. И мы готовы создать на территории Казахстана заводы по производству стекла, цемента и переработки сельхозпродукции, что очень созвучно с концепцией программы «Нурлыжол». Китайская сторона также готова активизировать сотрудничество в области сельского хозяйства в рамках ШОС и готовы вложить 50 миллионов долларов. В двустороннем формате, как первый проект, который, возможно, потом будет перенесен на все страны ШОС, Китайской Народной Республикой был предложен правительству Казахстана проект по переносу мощностей в несырьевом секторе на территорию Казахстана. Это речь идет о десятках предприятий несырьевого сектора на многомиллиардные контракты. И мы с благодарностью приняли это предложение. Мы думаем, что в условиях замедления экономической активности это очень хорошее предложение. Продолжение следует...